Гигук, ахентай вкратце, решил сделать, не знаю, рофло-видео очередное, хотя, опять-таки, давно не делал, почему нет, давайте глянем, что он нам поведает и, главное, зачем. Здоров, Ютуб, спасибо, что нашел для меня время. Знаешь, у меня тут вопрос стал относительно того, почему со всех моих видео сняли монетизацию. Ага. Видео для всей семьи, значит. Ну, а что, я это могу. А я реально снимаю это монетизацию? За что? Он даже в последнее время старается музыку не вставлять никакую. Если вы вместе со мной следили за новинками в аниме, то могли заметить, что оно становится все более и более... культурным. Зачем вы здесь учите, созерцая колготки? Изобрази от прощения и покажи мне свои трусики. И после этого уже начинаешь задумываться. А не является ли хентай более откровенным аниме, или же аниме это хентай для всей семьи? Вместо того, чтобы спорить о том, где находится грань между ними, я окунусь головой в жанр и утяну вас за собой в эту бездну разврата. Да, да, если вы думали, что эти ваши милфсика и аниме про гаремы с младшими сестрами это вышка, то добро пожаловать в хентай, где разврат это норма, тюрьма это лишь помещение, позор это осознанный выбор, а ад лишь модный способ загореть. Всем привет, я гиг. Ха-ха-ха, блин, ожог, да, суток. Дуки макуры, блин. И обыдя монетизации своих видео. Да, это водный курс по самому культурному, сисечному и любимому Сэмуэлем Эл Джексоном жанру аниме для взрослых. Так что присаживайтесь и готовьтесь искупаться в величии самого лучшего изобретения человечества, которое зовется хентай, и это искусство. Если вы этого еще не попробовали, то вот вам инструкция. Сядьте поудобнее, зажмите Ctrl-Shift-M, а затем отрекитесь от бога. А если вы не знаете, что такое хентай? А хентай? Эм, хентай это замечательный ответ, да. Это по джанру японских манго и аниме и так далее. Ну да, так даже лучше звучит. Окей, я понимаю, что данная тема даже для меня выходит за все рамки, так что ради всех нас все гениталии будут заменены на съедобные. Фу, спасибо большое, ну да, Ютуб бы не пропустил. И фрукты, а любое упоминание полового взаимодействия будут заменены на Фортнайт. Блин, обожаю эту сцену из Фейтстай Найта шестого года с Широким и Сейбер Драконом. Так что помните, мальчики и девочки, несмотря на всю жесть, хентай это все еще выдуманный мир, и никто в реальности не любит играть в Фортнайт без предварительного согласия. Хентай, ну, или его идея, существовала еще на заре человечества. А в наши дни она эволюционировала до того, что в японском есть семь отдельных терминов, описывающих размер груди, и ты такой, чувак. Вот бы мой язык был настолько же культурным. Часто ведутся споры о том, все ли фанаты аниме смотрят хентай, и это неспроста. Ведь спросить анимефага про хентай, это как спросить всех остальных, не салили они в душе. Каждый это делал хоть раз, но все равно никогда не признается. Не, ну, я уж точно так не делал. Естественно, про хентай знают даже те живущие в глуши, кто и аниме в глаза не видел. А самая распространенная ассоциация с ним, да и с обычным аниме, это, разумеется, Центакли. Любое видео с ними, которое найдете, в комментариях к нему на первом месте будет... Но я достаточно хентая видел, чтобы знать, к чему все идет. К оригиналу данного феномена относят знаменитую картину «Сон жены рыбака». Но более современный аналог Шупалец появился благодаря Точио Маэда, который использовал их в качестве замены мужских гениталий, дабы обойти японскую цунзуру. Да, это знаю. Это единственный задокументированный случай использования мозга на 100%, поскольку это как-то, мать его, сработало. Но это не все, что подарил нам хентай. Думаю, в интернете то тут, то там можно спокойно увидеть вот такое вот выражение лица. У меня сердце кровью обливается. Красная от стыда лица девушки, глаза на выкате, язык торчит, да еще и иногда... Сердечки в глазах, хуесос! Так вот, это Ахигао. И помимо того, что это одна из основ хентая, Ахигао также стала вполне себе карьерной возможностью для дам и элементом одежды для остальных говноедок, чтобы не терять друг друга в толпе. Но на самом деле, это лишь верхушка айсберга по сравнению с тем ужасом, что творится на дне. Ведь хентай может быть про что угодно. Прям про все. Половина веселья заключается в поиске своего любимого фетиша, о котором ты даже не догадывался. Но с другой стороны, так можно окончательно разочароваться в людях, если знать, какие фетиши есть у них. Какого хуя? Но в основном там вы увидите только классический сюжет, который есть в высококачественной эротике. Я вижу, у тебя тут нет ни одного спасателя на пляже. Да я и не на пляже, это ведь ванна. Иногда чувак просто живет со своими школьными подругами в одном доме, где они играют в Фортнайт. Иногда они играют в него в метро. А иногда сюжет закручивается вокруг соседки по дому, с которой герой играет в Фортнайт. Самыми распространенными жанрами являются... Классика. Просто занимаются любовью. Гарем. Представьте себе персонажа обычного гаремника, но при этом он не пресирает все возможности из-за того, что не умеет общаться. Инцест. Все так он. Лоли. НТР. Это как в Милом во Франксе, но без роботов в космосе. Зато с грустным врагоносцем. Если вам надо подрочить и взгрустнуть одновременно, то я даже не знаю, кому такое реально понравится. Погодите-ка. Я это и не сказал про самые популярные архетипы персонажей в Кентайе, среди которых есть друг, подруга детства, младшая сестра, старшая сестра, Милфа, горячая домохозяйка, президент класса, эльф, 500-летний демон Лоли, кашка-девочка и школьница. Если вам показалось, что я просто перечислил популярных персонажей в аниме, то... В связи с тем, существует многолетний спор о том, что было первым, Хентай или аниме. И это вопрос подвохом, поскольку первым был зритель. Также в Хентая довольно интересно используют цензуру. Вместо белых огромных бликов или черных пятен тут просто замазывают все пикселями. Настолько это вплелось в жанр, что многие до сих пор не уверены, не рождаются ли японцы с пикселизированными гениталиями. Для иностранцев такой подход покажется довольно раздражительным, но, как по мне, это очень тяжкий труд. Я к тому, что стоит поблагодарить тех людей, для кого главной задачей является менять положение пиксельной картинки гениталий в Хентая в зависимости от движения персонажа, и так, чтобы они всегда были на нужном месте. Слушай, запарная правда. Просто... Это реально запарная? Задумайтесь. Да, реально. Это чья-то работа. Данный вид цензуры не такой уж и бесполезный в сравнении с некоторыми другими. Если вы когда-нибудь почувствуете себя бесполезным, то просто помните, что вот эти черные полоски в Дадзинсе думают, что делают свое дело. Кстати о них, так обычно называют всякие манги от мира Хентая. Не от Хентая, просто, блин, там она может быть любой. И если вы думаете, что читатели манги гордятся собой, если их мангу адаптируют, то вы даже не представляете себе, как горды собой любители Дадзинси, когда понимают, что уже дрочили на этот Хентай. Но Дадзинси не менее известны и тем, что являются продукцией независимых художников, которые могут рисовать фанфики с участием их любимых персонажей. И вот в этом как раз и заключена их сила, поскольку они могут реально поменять мнение об оригинальном аниме. Узнал про аниме от своих друзей? А как насчет того, чтобы узнать про аниме, поскольку дочитал Додзи по нему? Магазинчик сладостей был таким себе аниме до тех пор, пока не выпустили одноименную Дадзинси. После такого я убежден, что серия Fate Grand Order это просто серия Дадзинси, по которой случайно... Ева! Кстати, 6 тысяч, по-моему было 14, кто-то кулер, по-моему, статистику искал. Мне память изменяет. Жалко его сейчас нету. Может быть, и тег какой-то не тот. Или сайт не тот. Выпустили игру на мобилке. И, естественно, не бывает жанра без изъянов. И, к сожалению, даже Хентай не избежал такой участи. Видите ли, пока все пытаются решить проблему с глобальным изменением климата и горящими джунглями, настоящие герои сражаются с настоящей катастрофой. Эпидемией, которая угрожает нашему устою мира и может уничтожить его полностью. И я говорю о вторжении жирных, уродливых и вонючих мужиков, вокруг которых сейчас весь Хентай вертится. Углебастар, да? Откуда они взялись? Что им от нас надо? Кому это вообще нравится? На эти вопросы никто не смог дать ответы. И, в свою очередь, никто не хотел бы испытать ту боль, когда забываешь проверить теги перед прочтением в, казалось бы, неплохом Хентайе про двух персонажей, наслаждающихся вместе с оконной игрой в Фортнайт. Где ты наблюдаешь за прекрасной, сочной аниме-женщиной? И внезапно угол меняется. Открывается дверь, и ты видишь... Я себя атеистом вообще-то не считаю, но частенько мою веру проверяют на прочность. Ну, допустим, бог и правду есть. Хархи! Ха-ха-ха! Блин, найс! Тогда почему в Хентая есть... Ах, кстати, реально! Это все Лукас придумал! Йоооо! Тег уродливый ублюдок. Какая высшая сила! Боже, что с ним? Серьезно? Почему он выглядит настолько плохо? Взглянет сверху на людей и будет молвить. Вот чего не хватает людям. Классных девчонок, которых натягивает чан с говном. Если вам уж и хочется нажать на тег «Уродливый ублюдок», то хотя бы знайте про правила «ублюдочной пропорциональности», которое гласит. Чем красивее в произведении будет аниме-женщина, тем ублюдочнее, вонючее и жирнее мужик ее натягивает. Трамп. А вообще, относительно похожее правило действует на весь хентай. Чем жестче, противнее и отвратительнее хентай, тем лучше в нем рисовка. Это правило настолько же неоспоримо, как и основы физики, на которых работает наша вселенная. Если вы видите подобные теги, то, скорее всего, вы увидите бесподобно, прекрасно богоподобную, оргазмоприносящую рисовку в какой-нибудь известной студии Бонс. Боннер. Хорошо. Ну а если вы хотите увидеть какую-нибудь романтическую историю, то готовьтесь увидеть анимацию с 90-х уровня Берсерка со слэд-шоу без FPS. Или, что еще хуже, готовьтесь увидеть анимацию от Квин Би. Художники в хентай словно соревнуются друг с другом в том, кто нарисует наиболее жестящую жесть, от которой тебя твой член будет ненавидеть. И да, я в курсе, что тут любому фетишу есть место, но иногда просто хочется посмотреть что-нибудь простое и незатейливое, невинное. Да! Именно это я и сказал! А в чем все-таки смысл этого видео? Я, может, пытаюсь превратить своих зрителей в дегенератов, чтобы на их фоне нормально выглядеть? Да! Но, как и Исикай, Сёнэны и всратые анимешки про младших сестер, хентай также является представителем аниме. Знаете, этот мем про «это называется хентай, и это тоже искусство». Иногда это так и есть. Вы ведь уже знакомы с новым жанром аниме? Я не могу поверить, что это не хентай. Но а что, если есть его противоположность? Если хентай настолько хорош, то зачем ему нужно аниме? И ведь тут действительно есть прямо-таки классные вещи. Бывает хентай, который выглядит лучше, чем любое из нынешних. Йоба, это додзе какая-то? Подрисована, конечно, женская. Чел старался. Аниме. Много знаменитых манг появились от создателей не менее известных хентай манг. Да ладно, вот в чем дело. Вот почему в Сома еще столько эщи. Потому что оригинальный автор оттуда. На Рафу, да, интересно как. Я знаю, например, что Аксель Ворлд, да? А кто рисует, да, ну понятно, пишет от Кавахара, но именно иллюстрации, кто к ускоренному миру, вот, он тоже из хентайных. Так что это не настолько редкое, на самом деле, явление. Ретейк, который является додзе по Евангелиону, дало мне больше положительных эмоций, чем конец Евангелиона. Да и вообще, у нас уже есть Евангелион от мира хентая. Фуга, это художник, который создает настолько проникновенный хентай, что оно уделывает любое аниме. Я никогда не думал, что буду плакать надпорно, пока не прочитал Узу Киана. Но Афейт, это настолько классная хентая игра, что теперь она стала многомиллиардной франшизой. Видите ли, лучшие хентая настолько тебя... Нет, Абек, это Ксао, который рисует, он обычный. А Хина, Хима, или Хина, я уже забыл, Хима, по-моему, который Аксель Ворлд рисует, он из хентайных. Я все еще ретаю, так и не ретейк, так и не прочитал, автор Хелсинга начинал с хентая. Тоже не знал, серьезно, ты раз слышу. Или нет, слушай, тебе так что сказал, начал только сомневаться со мной с собой. Не помню. Тебя увлекает, что даже забываешь, зачем ты его вообще открывал. Но все мы с вами знаем, идиоты смотрят аниме ради сюжета, а настоящие джентльмены смотрят хентай ради сюжета. Всем спасибо, что послушали мой поток мыслей, а теперь я пойду посмотрю немного хентая с уродливыми ублюдками. Только настоящий мужчина может втоптать своего оппонента в грязь и уничтожить его полностью, понимаешь? Чтобы лишить их всякой надежды и заставить их забыть про свои мечты. Вы такой романтик, мистер Сорио. О да. О да. А теперь снимай трусики, тупая ты шлюха. Теперь я никогда не смогу спокойно смотреть на шестизначные номера, если вы знаете о чем я. Нет, наверное. Ой, я не знаю. А, я не повезу, здоровался или нет, на всякий случай. Привет. И также Камкамби. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Видос. Видос, да. На самом деле, не настолько странный, как мне казалось на первый взгляд. В принципе, он реально просто разобрал просто размышления на тему, вполне себе разумные даже местами. Вполне себе. И забавно, само собой. Это, наверное, первая очередная была, конечно, видеоцель просто развлечь. Да. На этом я буду, наверное, заканчивать, да? В принципе, всем пока.